Ребята, всем привет! Всем привет! Мы находимся на пляже с пальмами, как вы видите. И пляж называется Банампур. И где он находится, как вы думаете? Паттайе! Пошли посмотрим, что тут есть. Да, здесь есть проход на пляж. С кафе можно обойти вокруг с одной стороны или с другой стороны. Можно прямо через кафе вот сюда пройти. Давай пройдем. Да, мы проходим здесь. И здесь очень красивое море, очень красивые пальмы. Сегодня прилив. Вот так все выглядит. Мы очень любим пляж Банампур, но здесь вода не всегда была и чистой, и красивой. Сегодня очень классно, здорово. И этот пляж недооценен многими туристами. Очень мало людей. Хотя здесь находится рядом от Ренессанса. А сейчас, ребята, мы постелим свою лежачку и будем отдыхать. Можно, конечно, было взять лежаки, но мы этого делать не будем. Мы отдыхаем всегда на своей лежачке. В том месте, где мы захотим. А сейчас мы захотим вот в этом месте. Благо, оно свободное. Кстати, в выходные дни здесь очень много тайцев. Так, смотрите, здесь есть такой пирс. Очень классный. Особенно, когда сильная волна. На нем очень весело. Потому что он вот так вот как гармошка играет. Как пьяный ходишь по нему. А дальше пирс для рыбаков такой. Потому что здесь выходит река и этим пирсом отделяется она от вот этого пляжа. Здесь тайцы приходят посмотреть на закат с этого пирса. Опытные рыбаки сразу обратят внимание на вот эти черные пятна. А эти черные пятна это чернила каракатицы. Они появляются тогда, когда рыбаки ловят каракатиц и они выплевывают свои чернила прямо в этих рыбаков, чтобы защитить себя. Значит, здесь можно порыбачить на каракатице вечером. Так как сегодня очень сильный прилив, глубина здесь приличная. Но если отлив, то глубина здесь бывает по коленам. Поэтому можете скачать приложение приливы и вы будете точно знать, если, допустим, соберетесь на рыбалку на каракатице сходить. Или просто вам нужен именно прилив, чтобы покупаться было комфортнее, понырять. Тогда посмотрите изначально в приложении приливы. Там все очень четко будет видно. Сань, смотри, рыбы. Нет, это что-то такое. Каравовое. Какие-то малыши. Рыба здесь присутствует. Рыбаков очень много. Человек 50, наверное, вот на этом длинном пирсе. Видите, здоровенный ветрогенератор. А за ним вот там идут кафешки. Смотрите, ребята купаются. Вот там зелененькая точечка под пальмой. Это Алена загорает. Так, сейчас прыгать будут. Интересно, получится или нет. Смотрите, какие офигенные пальмы здесь. Видите, там крестик такой нарисован, да? Медицинский и столбик. Вот в таких вот штуках должна стоять лимонная кислота или уксус. Но сейчас он пустой. Обычно вот здесь вот лимонная кислота в таких штуках есть. Если вас укусила медуза какая-нибудь неприятная, то надо это место полить уксусом или лимонной кислотой. Алена, купаться пойдем? Да. Вообще, смотри, там ребята купаются как. Я смотрю, в этом году пляж Банампур пользуется большой популярностью у российских туристов. В прошлом году так их много здесь не было. А еще у меня прекрасный есть дар угадывать с погодой и пляжем. Вот куда я говорю, надо ехать в Банвию. Вот сегодня я сказала, надо ехать на Банампур. Вот мы приезжаем и здесь классно. Классная погода, классное красивое море и все супер. Давайте проверим сегодня водичку. Утром на Джамтьене была ужасная пенка и коричневое море. Здесь вода почище, получше. Мусор не плавает и это уже хорошо. Вот такая вот водичка. Давайте еще раз посмотрим. Сами оцените. И вот так вот пляж выглядит с моря. Паша сейчас переодевается и наверное пойдет со мной искупается. Кстати, вон там есть сетка для волейбола. Тайцы, кстати, очень любят играть в бадминтон. Знаете почему? Потому что единственная дочь короля рамы девятого, чемпионка по бадминтону. Саня закатывается в шаурму. Саня закатывается в шаурму. Погнали купаться. Традиционная рубрика у нас это обзор водички. Да, конечно, пляж городской, не островной, поэтому делаем на это скидку. Но хочу сказать, что вода сегодня здесь чище, чем на Джамтьене однозначно. Холодная. Холодная. Волны нету, потому что здесь все закрыто пирсом. А если посмотреть туда дальше, на тот конец пляжи, там уже волна есть. Но здесь сегодня вот так достаточно тихо. Ну, вода, в принципе, хорошая, да? Мне нравится. Мне тоже нравится. И еще мне нравится... Она, конечно, не прозрачная. Да, еще мне нравится, что сейчас мы еще пойдем поныряем вот там с Саней. Ой, 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 это глубоко. Ну и этот пляж относим именно к городским пляжам Паттайи. Потому что здесь и вода, примерно, такая же. И ехать недалеко можно спокойно там на своем мопеде, на своей машине, на такси сюда добраться. Это не будет стоить дорого там, к примеру, как на тот же самый военный пляж. Вот. Ну и вода тут не такая, конечно, чистая. Но, в принципе, вот так днем поехать покупаться. Очень классное место. И очень классно здесь, ребята, именно вечером, да, встречать закат. Пляж Банампур находится в 15 километрах от центра Паттайи. Сюда можно добраться самостоятельно, взяв в аренду мопед или машину. А еще, говорят, сюда ходит Санктейл белого цвета. И стоит всего 20 квадтов. Но где находится остановка, на которой можно сесть в этот Сантео, я не знаю. У путеводителя это не указывается. Если сравнивать этот пляж с другими городскими пляжами, то он мне больше напоминает Коззибич. Именно вот вода, какая она цветом. Коззибич он гораздо меньше. Конечно, там уютнее, но я люблю простор. Мне этот пляж нравится гораздо больше. Настоящий рай для человека, который любит приватный отдых. Ай, блин, меня в ногу медуза ужалило, а там нет уксуса. Меня никто не жалит, потому что я плохо плаваю, я не плаваю вообще. И они мне не жалят. Это вот кто постоянно барахтается, их очень хорошо как бы это, они кусают. Давай, Сань. Сюда приезжает много тайских. Акула, алло. Пойду ребяткам скажу, чтобы вылазили из воды. А тут дети купаются. Эй! А ребятам весело. Смотрите, какой здоровый. Да, смотрите, какой здоровый. Все, нырнул. Очень ребят, уже минут десять стоим. И никто не может найти этого барана, куда он делся. Так, все, здесь мы покупались, ребята. А сейчас пойдем попрыгаем с этого пирса. Как и обещали Сани, потому что... Потому что Саня уже ждет, нас не дождется. Хочет понырять. Он побежал. Да, бежит, смотрите. Вообще, сегодня тут денек очень клевый. Потому что сегодня пятница, завтра будут выходные. И уже будет очень много тайцев. Под каждой пальмой они тут будут сидеть, выпивать, тусоваться. Ну, вообще, тоже весело. Особенно на закате. Кто-то тут рыбачит, кто-то там просто выпивает, кто-то кушает что-то. И все так достаточно мирно, дружелюбно проводят время. И так у них каждые выходные. Ну, и каждый день только народу немножко поменьше. Это канат. Да, вот смотрите, здесь уже глубина метра полтора, да? А когда отлив, тут можно пешком спокойно ходить. Давай, давай, Саня. Кстати, вот этот пирс, он очень дорогой. Одна вот такая ячейка. У нас в России, думаю, сейчас тысяч десять стоит примерно. А они тут идут в два слоя, и их тут просто сотни. Боитесь нырять? Мы не боимся нырять. Ваши. А? А? Кто там? Кто там? Как залазить? Они не боятся. Я боюсь! Давай, давай, залазим. А? А? Все, пап, помоги. Ты как кит. Ты как кит. Это было больно. В общем, вот так ребята забираются. Крученый. Раз, два, три. Ой, я думала, будет опять котлетка. Ну все, плывите к берегу. Поплыли к берегу, Сань. Сколько здесь метров? Сто? К берегу сто, да. Саш, не поплывешь к берегу? Боишься? Ладно, залазь. Красиво плывут. Вон та команда в синих купальниках. И пляж красивый. Рай. Действительно, море изумрудное, очень красивое. Песочек желтенький. Очень много пальм, мало людей. Потрясающее место. Мы его очень сильно любим. Правда, редко сюда приезжаем. Но метко. Вот я сейчас иду на пирс, и смотрите, сколько здесь рыбацких. Там дальше уже идут кафешки. Смотрите, всякие разные, любых размеров, да? Вот такие маленькие. Вот там побольше. Даже вот что-то похоже на домик. Смотрите, какие у них маячки здесь сигнальные. Такие миленькие, беленькие. И сейчас уже очень много рыбаков устремилось на этот пирс, чтобы порыбачить, испытать свою рыболовную удачу. Вот так здесь все выглядит. Видите, кто-то пикник устроил, а кто-то рыбачит. Здесь справа река выходит. Единственный недостаток этого пирса, то что здесь много крыс, особенно ночью. Так что, если вы там решили прогуляться с девушкой, то если она не любит крыс, удовольствия она получит мало. Потому что их здесь очень много. Они вот в этих камнях прячутся и периодически вылазят. Поэтому имейте это в виду. Смотрите, как здесь классно выложено все камнями. Идти достаточно удобно. И если вот так посмотреть вдаль, вот такая конструкция прям выглядит очень интересно. На машине здесь не проедешь, а вот пешком идти достаточно удобно. Интересно придумали. Ну и давайте посмотрим. Вот это Джантьен у нас слева. Там дальше идет река и ресторанчики. А здесь пляж Банампур. И вот он пирс, на котором мы ныряли. И там дальше пошла дорога на военный пляж. Смотрите, я нашел что-то интересное. Из такого материала кирпичи каленые делают, я думаю. Это какой-то сосуд. Не знаю для чего. Но очень такой интересный. Смотрите, разбитый. Может, урна с прахом? Паренек такой лежит, чили. Ну и вот, смотрите, как здесь классно. Народу почти нету. А море, наверное, самое лучшее возле Паттаи, что можно только придумать. Ален, а пошли погуляем вот в тот конец пляжа? Да. Мне нравится, как здесь высажена красивая пальма. Они стоят такими стройными рядами. Да, вообще. Все-таки, ребятам, меня немножко покусал планктон, пока я плыву с пирса. Некоторые сезоны здесь летают сэнсплай. Это такие маленькие пушки. Я уже не раз рассказывала про них. Маленькие, такие чертенькие. Они прогрызают кожу. И вот после них тоже вот эти укусы долго проходят. И еще один для нас лично минус. Здесь разрешено гулять с собаками. И турист может подорваться на мини, потому что никто не убирает. Но так как протяженность пляжа около 600 метров, можно найти себе кусочек чистого песка и моря. Смотрите, нет никого. Мы прошли немного дальше. Да, смотрите, пустой пляж. Людей здесь уже нет. Но есть собаки, так же. Вот смотрите, сколько здесь собак. Поэтому, когда ходите, смотрите под ноги. Лучше идти вот ближе к морю. Сейчас максимальный прилив, поэтому мы практически забрели на их территорию, да? Они все одинаково цвета. Это семья. Да, какой-то волчок сюда забрел. В прошлом году здесь стояли шезлонги. Но потом, когда сезон закончился, весной их убрали. И до сих пор не выставили обратно. Они имеются только там, где мы приехали, где парковка. Больше здесь их нет. Да, удивительно, такой огромный пустой пляж, да? Смотри, какой гамачок классный. О, здесь находится отель Ренеса. Вау. Ну как, удобно? Так, классно. А если вы еще не подписались на наш телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. И он копьер видите на экране. Короче, ребят, варан исчез в неизвестном направлении. Никто его не может найти. Куда он подевался, никто не знает. Все, мы собрались. Так, смотрите, вот я припарковал машину прямо под пальмой. Но там кокосики небольшие, они пока не должны упасть. Но вы, если приедете сюда на машине, то тоже смотрите под пальмами, паркуйтесь аккуратнее. Если кокосы зрелые, то может прилететь. Прямо на берегу находятся разные кафе с тайской кухней. Вот кокосы привезли. А вот Паша несет наши вещи. Тайцы здесь милые и приветливые. Стоимость кокоса 55 бат. Смотрите, какой каен интересного цвета такого. А еще, ребят, здесь есть детская площадка и дальше там спортивная площадка. И туалет бесплатный, все общественное. Вот здесь, получается, меню морепродукты. Цены 180-200-300 бат. Ну, тут прям как в ресторане, да? Да, здесь вот как в ресторане морепродуктов цены. 700 бат за кило. А мы на рынке брали за 300 бат кило на гриле. Ну, цена отличается, конечно. Дороговато, в общем. Крабы. 850, это, наверное, за кило, это полкило. Крабики. Не выглядит это место, если честно. А вот этот суп обычно стоит 60-80 бат. но обычно цена том-ям тоже 100 бат примерно должен стоить цены ресторан 3-4 раза дороже чем в обычной подобной кафешке капот 60 бат это нормальная цена по моему больше с детям что такого и нет как обычная цена сон там 80 с креветкой уже 120 и вот пиво нормальная цена может посидеть их попить жареный рис от 80 бат очень красивый рис украшенный 120 и под карпауа 80 ближе к вечеру начнут еще готовить вот на мопедах сюда подъедут с люльками и будет еды гораздо больше вот здесь можно купить напиток кротон но он таиланде запрещен насколько я знаю поэтому никому не рекомендую его пробовать ребята сейчас мы пойдем поужинаем в одной из наших самых любимых кафе она находится не на первой линии но там кормят очень вкусно очень обстановка приятная можно кушать каждый день цена недорогая и также можно вечером провести там время в приятной компании это кафе я с удовольствием рекомендую всем своим друзьям мы идем через рынок ромпо сейчас вам покажу что здесь есть курочка все автоматизировано вот такая вот крутятся они как веселенько я тоже я тоже так рыба здесь мы тоже часто кушаем а еще здесь мы часто едим рыбу вот там готовилась и здесь раньше ох ты свининка вау алина говорит гранатовый сок а вот здесь мы покупали шашлыки выглядят они потрясающе но мне не понравились сухие да нет они были не шашлыки короче да но выглядят аппетитно сколько стоит курица 50 свинина по 50 короче да по 50 да и вот здесь тоже рыбка от 150 там до 250 бат зависимости от размера и цвета и мы идем в кафе кис это сеть кафе есть на джамтене и в центре Паттайя тоже есть кстати даже тут закатик немножко видно обменник здесь есть рядышком все удобно эмигрейшн офис и вот там видите бирюзовая такая стоматология там очень недорого можно сделать зубы сколько там зубы сделать тысяча бат да вот сидим в кафе я про зубы но полезная информация называется оушен дентал центр находится рядом с эмигрейшн и кископэ рекомендую там хороший мастер очень хорошо делать зубы давайте я вам покажу по меню да сейчас смотрите завтраки здесь есть american breakfast ну и всевозможные там супчик допустим тоже всякие европейские блюда есть такие картошка фри бургеры тут неплохие саня любит очень да вот эти вот блюда прикольные они там 100 120 бат стоят fried chicken но я беру морепродукты сейчас я заказал нудл с морепродуктами вы что заказали вот эту штуку да да вообще обалденный очень мягкое мясо вкусное и цены вот смотрите тут 90 100 бат допустим вот то что я заказал 85 стоит в принципе недорого а кафе достойно и готовят очень быстро во сколько бы мы не пришли до нам всегда в течение 5 минут все готовят ну и алкоголь тут тоже есть коктейли и шейки и все остальное fried rice здесь стоит 70 бат если с морепродуктами 75 80 бат ну кстати в прошлом году да мне кажется подешевле под на 10 были здесь цены да цены изменены но это везде практически везде инфляция поэтому цены немножко летом подросли по секрету сказать надо цены здесь не выше чем на рынке только рыба здесь дороже все остальные блюда подороже зачем за нами сейчас рынок ромбон цены там такие же как и в этом кафе оно здесь вкуснее немножко и готовят здесь быстрее буквально пять минут и блюдо вам принесут вот бургер сани уже принесли на рынке ромбон если вы сидите вот в это время там 4 5 6 7 часов вечера то вам будут готовить минимум полчаса но если вы закажете рыбу конечно я принесут быстро потому что ее там много и часто там нету свободных мест спасибо вот буквально прошло 5 минут да это меньше хотя людей смотрите вот полное вообще кафе но обслуживают очень быстро всегда и я перед тем как есть всегда посыпаю немножко перчиком добавляю вот так вот и вот этой штучкой усилители вкуса нам нужны чтобы было еще вкуснее наша жизнь тайская так все закрываем приятного аппетита ну горячее чувство только приготовим ну как как всегда чудесно да мне тоже нравится как здесь готовят быстро вкусно только люди еще не принесли еду смотрите какая новенькая да то что porsche panamera на кабриолет на кабриолете по таиланду классно гонять 718 боксер 718 главное по-русски сказал а боксер типа по-английски ну короче кто знает вот наверное разбирается на крутая машина хозяева такой машины любят кушать из кафе так все алене принесли еду суп вообще интересный необычный напоминает ее нужно притопить а бульон он такой желеобразный ну я такое люблю а еще здесь вкусные креветки а покажи бульончик полезно для хрящиков да прям такой жидкий жидкий холодец нет просто приветки и кстати вот это должно быть надо супчик вообще обалденный кстати да да тут мини кухону сфере есть еще и дети его очень любят вот саня его у нас просто уплетает вообще он потому что похож на лапшу да вот это заварное и такой достаточно необычный веселенький сколько у тебя там креветок алена там много будет да 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 не спешим давайте мы более подробно вам покажем что здесь на рынке творится сегодня смотри у нас салаты да можно с собой взять спринброва рыбка смотрите какая вот это сом у нас и скумбрия вот она наша скумбрия родная и шашлычки вон там кстати креветки сырые дамплинги вкусненько пахнет так здесь у нас тоже рыба свинина все перемешка смотрите можно даже что-то взять по 10 бат отлично так тут кстати готовят салат можно взять папайя салат сантам и вот такие прям уже нормальные шашлыки из морепродуктов из кальмаров по 20 бат есть каракатица вот эти осьминоги октопусы по 120 бат и креветки салат не лапы 180 бат за тарелочку не за килограмм вот они живые тут сидят ждут своего часа вот так выглядит готовый вон он понес и вот смотрите сколько людей здесь кушает да все столы заняты просто все занято каждый вечер любой будний день выходной день все здесь занято всегда вплоть до того как стемнеет и когда стемнеет все равно люди сидят и кушают и выпивают пиво здесь кстати кебаб алене не очень нравится есть еще там за углом вот там вот туда там кебаб но он не каждый день работает там гораздо вкуснее как алена говорит я кебаб не ем поэтому ничего вам не скажу а здесь блинчики банана пинкейки готовят можно со сгущенкой с медом яйцо манго кокос сыр даже ничего себе авокадо наелась? да да может шавуху мы кстати здесь берем часто в прошлом году было не очень вкусно в этом году стали лучше готовить а я вот сказал что тебе не нравится здесь шавуха это раньше было потом она научилась делать прокачалась да? скил свой прокачала да? да да ну кстати вон у нее ноускан нельзя безналом обладить ладно погнали на море закат мы немножко пропустили но покажем вам кафешечку нашу самую любимую 7-11 на втором этаже а здесь ребята у нас на районе кипит ночная жизнь она конечно только начинается вон все в основном пенсионеры здесь сидят в основном европейцы здесь отдыхают с тайками выпивают пиво отдыхают веселятся играть на бильярде или бильярд как правильно играет короче на бильярдном столе в бильярдные игры вот смотрите какой у нас тут вечерний джамкин здесь у нас вовсю идет приготовление блинчиков ну и другое кулинарное волшебство смотрите какой трицикл инвалиды на таких гоняют с удовольствием я желаю так смотрите какой тут вечерний движ у нас девчата готовятся но тут не только девчата но тут не только девчата но тут не только девчата а сейчас мы пойдем в 7-11 вот так кстати выглядит второй этаж этого севика здесь готовят завтраки, обеды, ужины короче вот смотрите меню есть можно даже перекусить почти ничего нет да они тут такие немножко ленивенькие ну и хорошо почему нет нет вот саблетки есть да кстати вкусно очень я бы не сказал что сытно но вот так вот вкусненько особенно дети любят вот эти вот блюда в одном из прошлых видео я рассказывал про 7-11 двухэтажный и вот отсюда очень красивый вид на пляж Тунтан мы немножко посидим будем кушать мороженое сегодня я люблю вот такое Саня ну-ка покажи что у тебя там энергетика лучше всего понятно Алена смотрите какой красивенький у меня мороженое просто обалденно оно с шоколадной крошкой кстати на первом этаже тут тоже есть кафешка вот ребята мы увидели фруктовоску и решили купить курму 15 штучек за 100 бат курма вкусная да ну кстати не красная но попробуем вроде мягенькая только хорошая Ребята смотрите мы тут ищем новые пляжи недалеко от Паттайи и нашли вот такое место прикольное круто да смотрите тут пляж есть но единственная проблема с парковкой на мопеде я думаю проблемы не будет можно туда припарковаться а на машине нам еще предстоит здесь развернуться мы точку это место оставим в описании офигенно вообще место клевое но единственно здесь не убирают поэтому вот все что море приносит все оно здесь на берегу остается а так вообще клево никого нету ни души вот такой корабль здесь рыболовный стоит ну и вообще интересненько как на Бали да много места большой пляж и много много мусора выкидывает в море там океан все выклевывает людям здесь море все повыкидывал все весь пластик всякие крючки короче куча мусора валяется и мы еще посмотрели здесь локация обозначена что земля пустое я думаю что в скором времени здесь поставят какой-нибудь большой отель и возможно этот пляж уберут и будет здесь красиво а так можно вон там допустим убраться самим и отдыхать спокойно офигенно здоровая да да вот смотрите сколько мусора кокосы есть можно в футбол поиграть немного кактуса кактусы да да здесь вообще смотри песочек не ступала нога человека клево все я завтра сюда с граблями приезжаем и убираем мусор и отдыхаем здесь только как пляж назовем смотрите в конце этого пляжика вот такие кактусы да ребята сегодня мы нашли необитаемый пляж ни одного туриста ни одного тайца никого нету вода достаточно чистая вообще приятная можно купаться спокойно единственное немного мусора убраться и все будет вообще шикарно как на бали да ребята на мопеде здесь было бы гораздо гораздо удобнее паша все еще выезжает ну все мы справились и дорога вот сюда ведет очень очень хорошая ребята надеюсь наше видео вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки также подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка будет в описании и qr-код на видео всем пока всем пока пока